Сеть общественного транспорта ждут серьезные изменения. В мэрии отмечают, необходимость перемен продиктована намерением сделать общественный транспорт Ярославля безопасным, комфортным и удобным для всех пассажиров. Какими именно путями городские власти намерены достичь поставленной цели, об этом и не только поговорим сейчас в программе на повестке дня. Я Юлия Тихомирова, здравствуйте. Мой гость, начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волоконевский. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Итак, зачем что-то менять? Чем вызвана необходимость перемены в системе городского пассажирского транспорта? Ну, мы данные перемены готовили достаточно долго. За последние два года была проведена большая подготовительная работа. Это, в общем-то, оценка работы всей нашей маршрутной сети. Был проведен анализ пассажиропотоков, анализ потребностей жителей города, наших пассажиров. Ну, исходя из этого, мы выработали такую стратегию изменений нашей маршрутной сети. Ну, если вкратце, у нас на сегодняшний день 119 маршрутов на территории города действуют. Это регулярные маршруты общественного транспорта. Из них 88 маршрутов работают по регулированному тарифу. 31 маршрут – это так называемые маршрутные такси. И, в общем-то, реформа, реорганизация маршрутной сети, она направлена на увеличение доли маршрутов, которые работают по регулированному тарифу. Какие плюсы именно для жителей города? Это, прежде всего, это регулируемый сектор перевозок. То есть, это те перевозчики, которые у нас работают в соответствии с договорами, с едиными требованиями. Они предоставляют льготы, действуют проездные билеты. Данные маршруты мы контролируем в навигационной системе. В том числе, в договорах у нас заложено жесткое требование по исполнению расписания движения. То есть, частники не справляются со своими обязанностями? Ну, у нас, да, мы за последние несколько лет также анализировали те обращения, которые к нам поступают от жителей города. Достаточно много нареканий к работе именно маршрутных такси в части соблюдения расписания движения, режима работы. Зачастую мы видим, что в вечернее время отсутствуют на линии автобусы маршрутных такси. Также не выполняются установленные режимы работы. Но, к сожалению, на многих маршрутах действительно основная цель у перевозчика это извлечение дохода, но не забота о качестве обслуживания и выполнения расписания движения. Ну, и это мы также видим и в нашей навигационной системе, по которой мы отслеживаем перевозчиков, но не всегда можем отследить перевозчиков, работающих по нерегулируемому тарифу в связи с отключением навигационных приборов, ну и, в принципе, отсутствием на линии. Кроме того, учитывая, что и мы сами, как заказчик перевозок, для нас эти перевозки менее контролируемы. И с точки зрения законодательства, с точки зрения навигационной системы, для нас тоже такая цель именно упорядочить работу всех маршрутов, в том числе усилить контроль работы. Ну и для пассажиров это более прозрачная система работы общественного транспорта с возможностью пользоваться ей в равных условиях с точки зрения льготных категорий, с точки зрения проездных билетов и с точки зрения отслеживания непосредственно общественного транспорта. Цель благая. А что именно претерпит изменения? Ну, основные этапы реорганизации маршрутной сети, они у нас рассчитаны до 2025 года. Первый этап, это он у нас начнется с марта 2021 года до июля 2021 года. Это следующий год. В этот период у нас будут внесены изменения в маршрутную сеть по так называемым социальным маршрутам. Это маршруты, работающие по регулированному тарифу. Мы уже, в принципе, опубликовали изменения, которые у нас будут по маршрутам регулированного тарифа. Это изменения схем движения, открытие новых маршрутов. И, соответственно, с июля месяца 2021 года, в соответствии с нашим документом планирования, произойдет замена маршрутов, которые работают по нерегулированному тарифу. Значительная часть будет заменена именно теми маршрутами, которые у нас работают в социальном секторе перевозок. Сергей, вот очень много вопросов вызывают маршруты с пересадками, которых будет большинство. Почему не оставить прямые рейсы из одного конца города в другой? Ну, у нас, как я сказал, мы анализировали нашу маршрутную сеть, в том числе анализировали степень дублирования маршрутов. Мы установили, что показатель дублирования достаточно высокий, около 30%, если взять всю нашу маршрутную сеть. И поэтому мы выявили те маршруты, которые, в общем-то, сейчас работают по регулированному тарифу, но выполняют практически ту же функцию, как маршруты маршрутных такси. Соответственно, мы их сохраняем, и они будут компенсировать маршруты нерегулированного тарифа. Ну, а если говорить про те маршруты, которые протяженные, маршрутные такси, которые идут через весь город, таких маршрутов примерно 15 остается. В данном случае мы их будем компенсировать за счет установления пересадочных маршрутов. То есть это будут также маршруты, работающие по регулированному тарифу. Это два маршрута с возможностью пересадки. Пересадка будет организована в большинстве случаев в транспортно-пересадочных узлах, и она будет организована максимально удобно. И с точки зрения расстояния, с точки зрения оперативности пересадки в этом плане, и интервалы также будут соблюдены максимально короткие, в часы пик, для того, чтобы пассажиры могли максимально удобно пересаживаться. Насколько я понимаю, что пересадка будет осуществляться бесплатно? Да, мы планируем внедрение нового вида тарифа. Это пересадочный тариф. Это возможность бесплатной пересадки в течение определенного лимита времени. Мы предполагаем установить такой лимит в пределах 60 минут. Это будет действовать и в формате проездных билетов, и в формате разового проезда. То есть в этот лимит пассажир сможет оплатить поездку с учетом пересадки один раз. То есть не будет дополнительных затрат для пассажира, если он пересаживается с одного маршрута на другой. Вот если говорить о сокращении подвижного состава, не появится ли такая ситуация, когда люди будут вынуждены стоять на остановках в ожидании транспорта? Мы также просчитывали весь объем пассажиров, который у нас перемещается на общественном транспорте, на наиболее загруженных маршрутов. Мы рассчитали вместимость полную, которая сейчас у нас на общественном транспорте обеспечивает провозные возможности. И как раз в новой измененной маршрутной сети мы данную общую вместимость не уменьшаем, а наоборот увеличиваем за счет увеличения количества подвижного состава большого класса, особо большого класса. И поэтому в часы пик мы весь объем пассажиров будем также обеспечивать подвижным составом необходимым. И оперативность самого перемещения транспортных средств, то есть расписание движения будут составлены с учетом того, чтобы не было длительного ожидания пассажиров на остановках. Речь также идет об обновлении подвижного состава, где будут изыскиваться деньги, на чьи плечи это ляжет. Возможно ли, что это за счет частных перевозчиков будет? У нас сама реорганизация в чем ее плюс? Она даст нам возможность уже на последнем этапе полностью модернизировать общественный транспорт за счет увеличения как раз эффективности маршрутной сети, работающей по регулированному тарифу. Изначально мы, когда будем проводить конкурсы, в рамках конкурсных процедур будем закладывать необходимое количество транспортных средств, которые нам будет обязан обеспечить перевозчик, который будет работать на данных маршрутах. И, как я уже говорил, поэтапно мы будем увеличивать количество именно современного нового подвижного состава. Мы ориентируемся на низкопольный подвижной состав, максимально удобный для пассажиров и для маломобильных граждан. И, соответственно, вот уже последний этап реорганизации маршрутной сети подразумевает полную модернизацию всего общественного транспорта. Для больших автобусов рассматривается вариант выделенных полос, чтобы они не стояли в пробках, так? Ну, у нас это уже такое перспективное направление, о котором мы говорили подробно. И в рамках стратегии это у нас обозначено. Для нас очень важно создать приоритет в движении городского пассажирского транспорта, поэтому выделенные полосы – это для нас такое ключевое направление, которое необходимо реализовывать в рамках нашей работы. В прошлом году мы выделили основные такие направления, где необходимо создавать выделенные полосы для движения общественного транспорта. Это основные магистрали – Московский проспект, проспект Авиаторов, Ленинградский проспект, проспект Октября. На перспективу в рамках реорганизации уличной дорожной сети мы обязательно будем предусматривать варианты именно выделенных полос для движения общественного транспорта. До начала реформы есть еще небольшой запас времени. Куда жителям отправлять свои предложения, пожелания? На сайте Яргуртранс у нас опубликована интерактивная схема по измененным маршрутам, перечень маршрутов. Там же указан у нас адрес электронной почты, куда можно направлять все предложения, замечания. Мы их систематизируем и уже дальше будем учитывать при возможной корректировке нашей маршрутной сети. Что ж, спасибо. На мои вопросы отвечал Сергей Волконевский, начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля. Вы смотрели программу «На повестке дня». Наши эфиры в понедельник, вторник, среду и четверг в 19.20 на городском телеканале. В студии работала Юлия Тихомирова, а через несколько мгновений моя коллега Наталья Пионова начнет подводить первые итоги дня. А я с вами прощаюсь. До свидания.